С начала года в Солнечногорском районе зарегистрировано 28 преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Возбуждено 24 уголовных дела, задержано 15 человек, все они безработные солнечногорцы. Хуже всего ситуация с наркотиками обстоит в Менделеево, Поварово и Андреевке. Изъят наркотических средств. Героина 247 грамм, спайсов 69 грамм, гашиша 27 килограмм 887 грамм, термодола 1,5 грамма. То есть в общем количестве 28 килограмм 205 грамм. По данным полиции, за 10 месяцев 2013 года было выявлено 150 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. За аналогичный период текущего года уже 169. В прошлом году в суд было направлено 66 уголовных дел, в этом году уже 83. Все указывает на рост количества преступлений, связанных с нелегальным наркооборотом. Районная антинаркотическая комиссия плотно сотрудничает с городскими и сельскими поселениями. В Соколово работу антинаркотической комиссии облегчает небольшой размер сел и деревень, где все друг друга знают. Благодаря этому удается быстро реагировать на тревожные сигналы. И в этом большая заслуга местного участкового. Но не только это может препятствовать наркотизации. Губернатор также озвучивал информацию, что функционирование на территории муниципального образования ФОКа, физкультурно-оздоровительного комплекса, снижает преступность и снижает наркоманию на 30%. То есть вот вдумайтесь в эти цифры. Если у нас будет функционировать ФОК, то наши дети, наши жители пойдут заниматься спортом. Они не будут ходить по подворотням, не будут собираться в подъездах. В завершении заседания решили более плотно обмениваться информацией о наркотиках, их распространителях и наркозависимых между поселениями района и профильными структурными подразделениями. Юлия Беспалько, Владимир Киселев, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова